Месяц Аллаха Мухаррам, первый месяц года по хиджре. Это один из четырех запретных месяцев, о которых всемогущий Аллах упомянул, сказав, воистину число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Зулькаада, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Одной из величайших почестей этого месяца является то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приписал его к имени всемогущего Аллаха. Поэтому он назвал его месяцем Аллаха Мухаррам, чтобы почтить и прославить его. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Лучший пост после Рамадана – это месяц Аллаха Мухаррам. Лучшая молитва после обязательной молитвой – ночная молитва. Запрет несправедливости утверждается в этом великом месяце, как утверждается ее запрет и в других запретных месяцах». Согласно тому, что говорит всемогущий Аллах, не делайте себе в этом месяце зла, но несправедливость запрещена и в любое другое время. Всевышний Аллах сказал, «Не причиняйте же в них, то есть в эти запретные месяцы, зла самим себе, посягая на их запретность и совершая грехи, так как это еще более греховнее, чем в другие месяцы. Затем он выделил четыре месяца, сделав их запретными, увеличив запретность и увеличив грех в них, а также увеличив добрые дела и награду. А благие дела в месяц Аллаха Мухаррам – лучшие из добровольных актов поклонения. Это лучшая форма поста после Рамадана. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, был задан вопрос, какая молитва лучше после обязательной? Какой пост лучше после Рамадана? И он, мир ему и благословение Аллаха, сказал, после Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам, а наилучшей молитвой после обязательной является ночная молитва.